В 2016-м финалисты федерального конкурса на звание лучшего учителя страны соберутся в Самаре, на родине победителя этого года. Преподаватель истории из первой гимназии и сам уже вошел в историю. В пятерке лучших участники из нашего региона стабильно уже три года подряд, а вот первое место впервые. К тому же Сергей Кочерешко едва ли не самый молодой победитель за все время проведения Учителя года. Накануне с педагогом встретился губернатор и пообещал, поддержка от области гарантирована. Двукомнатная квартира и прибавка к зарплате. Вопрос уже решенный. Президентские часы, которые глава государства вручил учителю в Сочи, пришлись как нельзя кстати. Теперь каждая минута на счету. 24 часов в сутки не хватает. Вот даже на соферблате не успел еще установить дату. Сергей Кочерешко, преподаватель истории первой гимназии, сейчас буквально на расхват. Лекции, мастер-классы, видеоконференции. В Самару приехал всего на сутки. Педагог рассказал губернатору, как проходил конкурс. Изначально в нем участвовало 47 тысяч учителей. В финал прошли лишь пятеро. Сергей Кочерешко стал вторым в истории учителем года, который всего в 25 лет смог достичь такого высокого результата. Безусловно, я должен поблагодарить всех своих коллег и вообще Самару и Самарскую область, потому что то, что четвертый раз представитель Самарской области выходит в пятерку, даже не четвертый, а пятый, если в общем посчитать, и три года подряд то, что выходит представитель учителей из Самарской области в пятерку лучших учителей, это безусловно говорит о том, что система подготовки к конкурсу, ну и вообще система методической подготовки учителей поставлена на очень высоком уровне. Но останавливаться на достигнутом, как известно, нет. Молодец. Поэтому лучший учитель страны. Регион один из немногих в стране, где победителю областного этапа конкурса презентуют автомобиль. Кроме того, реализуется целый комплекс мер поддержки. Учителя, подготовившие победителей и призеров Олимпиад разного уровня, получают ежемесячные доплаты. Сумма доходит до 99 тысяч. Знаем, что у вас есть и проблемы, определенные, бытовые проблемы. Чтобы вас поддержать, и пример был, дополнительный стимул был в других. С резервом фонда губернатора приняли решение выделить вам деньги на округом квартиру по итогам победы. Спасибо большое. Также решено в течение пяти лет ежемесячно выплачивать учителю году по 30 тысяч рублей. Это благодарность за успех и стимул для будущих конкурсантов. Надо выдохнуть. Это, конечно, очень приятно. И это, опять же, говорит о большом внимании властей к системе образования и статусу учителя в 21 веке. Это замечательно. Большое спасибо. По словам Сергея Кочерешко, такое пристальное внимание со стороны властей к системе образования стимулирует и поднимает престиж профессии. В последние годы все больше выпускников вузов приходят в школы. Для начинающих преподавателей предусмотрены специальные ежемесячные доплаты. Также на встрече обсудили и объединение вузов. Сергей Кочерешко заканчивал ГОС. Возведение Гагарин-центра и Центра одаренных детей. Именно на воспитание талантливой молодежи сейчас в регионе обращают особое внимание. Это в том числе и вопросы конкурентоспособности области во всех отраслях. Ольга Павловская, Егор Майоров, Алексей Вельмискин. Новости губернии.